Тротуары рассыпались, грязь вытаила, светильники сломались. Парк Каминикирово после зимы выглядит удручающе, возмущаются горожане. А что отвечают власти? Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите «Дайвичи». Меня зовут Надежда Шабалина. Здравствуйте. Стоит задача не утонуть. В Кирове убирают воду с тротуаров, а технику переводят на летний режим работы. В администрации рассказали, как и чем чистят город после зимы. Комбинированные дорожные машины переоборудуем на поливомоечные машины на базе автомобилей КамАЗ. Крышу проломила ледяная глыба, дом разваливается. И таких зданий в Кирове десятки. А куда уходят деньги на капремонт? Сейчас компания ссылается на то, что крыша аварийная. Ну, как бы аварийная, деньги мы платим. В особо крупном размере кировские полицейские изъяли более 20 килограммов наркотиков, подозреваемые под стражей. Следователям Кировского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Старших по домам хотят поддержать на федеральном уровне. Какие для них предлагают льготы? Почему такая работа не востребована у россиян? То время, которое люди тратят на общественных началах, оно должно быть компенсировано. Дорожную технику в Кирове готовят к лету. Как рассказали в городской администрации, с наступлением оттепели подрядчик начал переоборудовать камазы, которые были задействованы в уборке снега. В мэрии отметили, сейчас перед дорожными службами стоит задача убрать мусор, который остается на дорогах после таяния снега. Кроме того, рабочие продолжают отводить воду с тротуаров и тех участков, которые находятся в низинах. Где-то остался и снег, который тоже продолжают вывозить из города. На этих работах задействовано около 60 единиц техники и около 100 работников ручного труда. В настоящее время к летнему сезону уже подготовлено 30% автопарка. Часть машин оставят с зимним оборудованием на случай внезапных апрельских снегопадов. Комбинированные дорожные машины переоборудуем на поливомоечные машины на базе автомобилей КАМАЗ, спецтехника ВКМ-2020 и МК-2000. С зимнего плужно-щеточного оборудования на подметально-всосывающее оборудование. На тракторы, на щетки устанавливаем систему орошения. Тем временем весна все показала. Кировчане публикуют в интернете фотографии парка имени Кирова. И это вовсе не живописные пейзажи. Жители возмущаются состоянием территорий после зимы. Ремонт еще не закончен, работы не приняты. Однако у неравнодушных людей уже есть вопросы. Александр Бушмакин прогулялся по парку и узнал, чем недовольны горожане. Состояние парка в сегодняшний день? В сегодняшний день говорю, одна буду. Боль за любимое место отдыха, говорят кировчане. Парк у цирка в процессе преображения. За несколько десятков лет это его первый глобальный ремонт. Вот только что-то не задалось с этим самым ремонтом, говорит активист Сергей Ремянников. После зимы то и дело почти на каждом шагу возникают замечания. Например, в виде сломанного гранита. Значит, надо было огородить, чтобы здесь люди не ходили. Но дети будут. Раз, два, три прыгнул, все. Этого куска уже бордюра не будет. А это, считайте, уже нужно эту штуку доставать всю полностью, ее менять. И таких претензий не одна. Вот подсветка на лестницах. Хорошее дело, красивое. Вот только устанавливали светильники в холод. Стало тепло, подсветка выпала, говорит активист. Отдельное внимание заслуживает брусчатка. Ее клали в конце осени, начале зимы. Весна пришла, брусчатка ушла. Вместе со снегом. Где-то еще не успела, но и на улице пока не все растаяло, замечает Сергей Ременников. К организации такого ремонта есть вопросы. Какая ответственность у наших городских властей за проведение работ? Мы не раз уже просили и Вячеслава Николаевича, и других представителей городской администрации назвать фамилии, кто отвечает за тот или иной проект. Никто не говорит. Может быть, как-то нужно наказывать конкретных людей за конкретные промахи в благоустройстве? И тогда дело пойдет по-другому, добавляет активист. В свою очередь подрядчик признает, да, работы заканчивали зимой и исход знали заранее. И очевидно, что мы были готовы к тому, что по весне мы будем проводить уже гарантийные работы. Уже у нас есть четкий график, который согласован с администрацией города Кирова, в рамках которого мы сейчас уже приступили к гарантийным своим обязательствам. А зачем было класть эту брусчатку зимой, если знали, что весной ее придется перекладывать, недоумевает активист. Тем не менее, факт остается фактом. Среди всего негодования есть и плюсы, говорят активисты, и прохожие в парке. Это лестницы. Вроде бы все уверенно, хорошо положено, но и здесь есть нюанс. Перила вкрутили прямо в брусчатку. Подрядчик пообещал все исправить. Тем временем, на выходе из парка после этой съемки рабочие спешно устанавливали таблички с извинениями из-за гарантийных работ. Александр Башмакин, Алексей Зырянов. Бюро новостей. В Кирове полицейские на транспорте изъяли из незаконного оборота более 20 килограммов наркотиков. Как сообщили в МВД России, перед одним из железнодорожных переездов в областном центре, стражи порядка остановили автомобиль. За рулем была 39-летняя женщина. У нее были визуальные признаки наркотического опьянения. В ходе осмотра машины оперативники изъяли более 20 килограммовых свертков с запрещенным веществом. Женщину задержали. Следователем Кировского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница заключена под стражу. Предварительное расследование продолжается. Выпил, сел за руль и спровоцировал крупное ДТП. В Нагорске вынесли приговор местному жителю за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В сентябре прошлого года подсудимый ехал по дороге Нагорск-Сосновка. Не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево. Водитель с места аварии скрылся. Женщина, которая ехала вместе с ним в машине, получила перелом руки. Суд назначил нарушителю наказания 3 года и 10 дней лишения свободы с лишением прав на 3 года. Принимая во внимание совокупность смягчающих обстоятельств, суд посчитал возможным применить положение ст. 73 Уголовного кодекса России, назначенное наказанием в виде лишения свободы, определено условно, с испытательным сроком. В Государственной Думе намерены обсудить смертную казнь. Об этом пишет издание «Коммерсант». Депутат Михаил Шеремет планирует поднять вопрос введения такого наказания для осужденных за терроризм. По мнению народного избранника, после теракта в Крокус-Сетихоле необходимо пересмотреть законодательство. Редакция Бюро новостей Давича в социальных сетях провела опрос. Мы спросили подписчиков, нужно ли вводить смертную казнь в России. Подведем итоги. 40% ответили «да», но только за терроризм. 27% – за ведение смертной казни, за убийство. 12% против – это негуманно. Другие мнения в рубрике «Мобильный опрос». Ой, даже не знаю. В свете последних событий, как думаете? Ну, в свете, конечно, как бы оправдания вот таким нет, ну я не знаю. Опять же, вот вопрос гуманизации, да, сложно. Вот, ребят, правда, очень сложный вопрос. Не случайно когда-то ее отменили, потом вводили, так что… Смотря для кого и за что. Ну вот вы как считаете, для кого и за что? Ну, за такие теракты считаю, что туда надо вводить. Прямо не жалеть ни в коем случае? Нет. Поэтому и убивают, что не получают достойную расплату за то, что они сделали. Все прощения, оно именно дает вот то, что делается. Люди тут ни при чем. Я думаю, что вот в таких случаях надо рассмотреть такой вопрос, как смертная казнь. Нет. Почему? Негуманно. В смысле-то? Держать их более строгости? Ну, есть такие, что они не понимают. Да. И не один раз да. В первую очередь. Почему? Чтобы народ воспитанный был. Нужно ли в России вернуть смертную казнь в наказание преступника? Нет. Почему? Не всегда бывает так, что могут доказать виновность человека, а его уже не будет. В Кирове стало светлее. На каких улицах обновили фонари? Об этом и не только во второй части выпуска. Не переключайтесь. Это «Довичи» и мы продолжаем. В Кирове еще 10 пригородных улиц оборудовали освещением, сообщили в администрации города. Это российская, снежная, миланина, художника Колчанова и другие. Полный список сейчас на ваших экранах. На некоторых объектах подрядчик не только подключает светодиодные светильники, но и устанавливает опоры, проводит силовой изолированный провод. После монтажа всех элементов фонари включат, поэтому не всегда есть возможность ввести оборудование в работу сразу после установки, отметили в мэрии. Всего в этом году уличное освещение обустроят на 35 участках. Кировчане добираются до дома мелкими перебежками. Говорят, что управляющие компании не хотят работать. Все дело в том, что крыши не очищены, с них падают снежные глыбы, пробивают козырьки домов. Жильцам страшно выходить на улицу. А тем, кто уже вышел, страшно возвращаться. Масштаб проблемы оценил Кирилл Комаровских. Не выходи из комнаты, завещал Иосиф Бродский. В случае со сферой ЖКХ в Кирове это особенно актуально, потому что выйдя за порог, велика вероятность получить вот такой вот ледяной глыбой по голове. И таких опасных крыш в городе более чем достаточно. С них падают снежные глыбы, пробивают козырьки домов. Жильцам страшно выходить на улицу. Такая ситуация, например, в Нововятске на парковом переулке 1. Там лед, упавший с крыши, помял козырек. Честно говоря, я ужаснулась, потому что весь дом за трассе, он и так у нас уже в плохом состоянии. И я сначала не поняла, откуда, выйдя на улицу. Я посмотрела наверх и поняла, что сейчас козырек, по-моему, упадет. И ушла обратно домой. Аналогичная ситуация в четвертом доме по этой же улице. Но там разнесло все крыльцо. На это же жалуются жильцы дома на Октябрьской 3. В двух последних случаях после падения льда пришлось демонтировать козырек. Люди боятся за свою жизнь. Это чудо случилось, что никого не убило. Это независимо, тут ребенок, взрослый, тут была бы верная смерть. Это у нас происходит ежегодно. То есть никто, никто не чистит. Сейчас компания ссылается на то, что крыша аварийная. Ну, как бы аварийная, деньги мы платим, и что-то надо все равно делать. То есть туда никто не хочет лезть. Причина в том, что крыша прогнила. Подниматься на нее опасно. Капремонт будет нескоро. Жильцам предлагают не дожидаться. Самим скинуться на работы. Это абсолютно легальная, правильная позиция. У нас установлен перечень работ, которые управляющая компания должна производить за счет тех денег, которые получают от собственников в составе платы за текущее обслуживание. Протирка лампочек, уборка подъездов. Где-то мелкие, собственно, работы незначительные. Получается замкнутый круг. У людей нет средств на капремонт. Крыша протекает, снег копится, козырьки слетают. В этом случае ГЖИ может только призвать УК убрать налить. Однако, по словам юриста, если та подтвердит, что это небезопасно, то работы свернут. Людям остается только бить в колокола. Из рычагов влияния на управляющие компании, по крайней мере, да, муниципальные, есть только какие-то массовые жалобы. Условно, вот так вот. И то механизм смены управляющей компании, он очень мутный, очень такой трудный, условно говоря. И пробелами в законодательстве очень активно пользуются компании, которые просто берут и захватывают дома. Вот и в многострадальных домах по адресу переулок Парковый 1 и 4 управляйка сменилась в марте. Пока, по словам жильцов, никто из представителей УК их не посетил. Кирилл Комаровских, Алексей Стахеев, Бюро новостей, Довича. Работы много, а поддержки недостаточно. Председатели Советов многоквартирных домов все чаще стали покидать свой общественный пост. Проблемы обеспокоились на федеральном уровне. Почему старшие по дому не хотят работать? И какие пути решения видят в Москве, расскажет моя коллега Екатерина Дворникова. Катя, чем недовольны председатели? Совет многоквартирного дома – это некий посредник между жильцами и управляющей организацией. Его председатель решает много задач. Он контролирует работу управляйки, следит за качеством предоставляемых жилищных и коммунальных услуг. И отстаивает интересы жильцов МКД. Если нужно, то и в суде тоже. В общем, работа не из легких. Председатели за свой труд получают вознаграждение. Из-за этих денег они выплачивают налог в размере 13%. Однако с 1 января этого года в налоговый кодекс внесли поправки. Сумма отчислений увеличилась на 30%. Эти налоги теперь оплачиваются из фонда, который сформируется за счет платы содержания и ремонта. То есть путем уменьшения тех работ, которые были предусмотрены. Что неприемлемо как для самих собственников, так и для управляющих компаний. Катя, я предполагаю, что на такие изменения активисты отреагировали негативно. Мы пообщались с председателем Совета многоквартирного дома по улице Воровского, 123, Ниной Морозовой. Послушаем ее мнение. Управляющая компания, у него первая задача – это прибыль. Как он эту прибыль будет делать? Ему понятное дело, что если он будет за председателя платить эти 40%, у него из прибыли эти деньги будут вычитаться. Нам надо, чтобы на более высоком уровне поддержали председателей. Потому что есть в жилищном кодексе, что дом обязан выбрать председателя Совета многоквартирного дома. Это есть. Все. Насколько я знаю, депутаты Госдумы обеспокоились этим вопросом. Что они придумали? Слуги народа считают, что налоги надо отменить. В среднем старшие по дому за свой труд получают от 3 до 10 тысяч рублей, пишут федеральные СМИ. Если вычесть все перечисленные налоги, денег остается совсем немного. А ведь активистам, которым чаще являются пенсионеры, нужно компенсировать и личное время, и расходы на распечатку документов, считают эксперты. Планируют ли как-то еще поддерживать председателей? В государственной жилищной компании рассказали. Инспекции рассказали, что председатели Советов зачастую хотят не только контролировать работу управляек, и в этом им следует помогать. Больше проводить мероприятия по обучению представителей Советов многоквартирных домов, потому что большинство из них именно этого хотят. То есть они хотят участвовать и в жизни города, и хотят участвовать в каких-то обучающих проектах. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения стоит проводить и такие мероприятия с председателем Советов многоквартирных. Кстати, в ГЖИ отмечают, что большинство собственников приходят на должность председателя Совета не за материальными благами, а для того, чтобы сделать жизнь дома лучше. Но с предложением отменить налоги согласны. Катя, спасибо за информацию. Мы продолжаем. В Кирове появился центр медиации. Там можно успешно решать споры в самых разных сферах правоотношений – от гражданских и семейных до трудовых, коммерческих и корпоративных, не прибегая к помощи суда. В чем особенность медиации и ее пользы, поговорим с нашим гостем в студии президент адвокатской палаты Кировской области, заместитель председателя общественной палаты региона Марина Копырина. Марина Николаевна, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Давайте мы поясним нашим зрителям, что такое медиация, в чем ее смысл. Ну, медиация – это урегулирование, альтернативное урегулирование правовых споров без помощи суда, с помощью посредника, независимого медиатора, процедура медиации, так называемая. То есть это процедура по предмету федерального закона 193-го, он принят у нас еще в 2010 году, но, к сожалению, об альтернативном урегулировании споров с участием посредника медиатора, но, к сожалению, в Кировской области он большого распространения не приобрел. И последнее изменение в него вносилось в 2019 году. В общем-то, закон очень хороший, потому что, сами согласитесь, если человек идет в суд за разрешением спора какого-то возникшего там в гражданских, в семейных, в школьном образовании, еще в какой-то сфере гражданских, административных, арбитражных правоотношений, то проще все-таки прибегнуть посреднику, который независим, который поможет разрешить этот спор, а не трать время, это и финансово затратно, и временные затраты большие, решая спорный вопрос через суд. Что касается посредника, это квалифицированный специалист, расскажите чуть подробнее про него. У нас закон предусматривает, что процедура медиации может осуществляться либо профессиональным медиатором, либо непрофессиональным. То есть досудебное урегулирование может осуществлять непрофессиональный медиатор, это лицо, которое имеет высшее образование. То есть вот если рассматривать адвокатов, то как лица, имеющие высшее юридическое образование, они могут осуществлять процедуру медиации до суда. То есть если эта процедура осуществлена и вопрос решен до суда, то на этом процедура медиации заканчивается, подписывается медиативное соглашение, и в суд уже стороны не идут, потому что их устраивает вот это решение. Если все-таки на стадии суда досудебного урегулирования не разрешился вопрос и необходимо сесть, идти в суд, то здесь уже непрофессиональные медиаторы участвовать не могут, здесь уже только профессиональные медиаторы, которые получили специальное образование. Куда обращаться людям, если возникла такая необходимость? С чего начать? Здесь, в общем-то, мы для этого на площадке общественной палати 21 марта провели вот эту встречу медиаторов, потому что мы понимаем, что поскольку закон есть и процедура есть, которая, в общем-то, очень хорошая, то, соответственно, и в Кировской области по слухам понятно, что мы знаем, что в сфере образования медиативные меры осуществляются, еще где-то они там применяются, медиаторы у нас есть, лица, которые получили специальное образование, но вот единой площадки, на которой бы они все были объединены, ее нет. Поэтому вот благодаря Саковой Виктории Степановны в конце января у нас зарегистрирована палата медиаторов Кировской области, в которой мы хотим объединить, в общем-то, всех медиаторов, которые работают на территории Кировской области, то есть и профессиональных, и непрофессиональных. То есть там можно уже решать какие-то вопросы, вырабатывать единые методы подхода к разрешению каких-то определенных споров. Есть у нас при торгово-промышленной палате создана тоже коллегия медиаторов, в которой возглавляется Винных, Владимир Васильевич. И вот это вот стремление все-таки в сфере бизнеса и в сфере у нас вот непаханное поле, грубо говорю, конечно, это в сфере ЖКХ, где тоже можно урегулировать вопросы, не доводя их до суда, а именно процедуры медиации. И поэтому нам хотелось бы, чтобы все-таки, как в Липецкой области, где широко развита эта процедура, у нас она тоже заработала. Марина Николаевна, спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Желаем вам удачи. Прощаемся и продолжаем. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова